добрый вечер дорогие наши подписчики мы рады вас приветствовать на канале мед магазин и будет отдельная просьба напишите нам пожалуйста в комментариях хорошо ли нас видно слышно представлюсь меня зовут виктория я представитель компании квайсер фарма украина бренд доппель герц наверное знаете он хорошо представлен и в мед магазинах и в аптечном сегменте сегодня мы решили остановиться на достаточно волнующей теме называется она осенняя витаминизация от торговой марки доппель герц какие витамины и микроэлементы нужны нашим суставам в осенне-зимний период я думаю это интересно потому что сейчас у нас с вами за окном осень осень прекрасная пора очи очарования но однако же осень представляет и определенные проблемы со здоровьем как это не грустно звучит осень приносит в нашу жизнь холода и сезонные заболевания в том числе и заболевания суставов сейчас у нас ноябрь ноябрь несет холодную промозглую погоду что же происходит с нашей иммунной системой и что же происходит с нашими суставами к сожалению наша иммунная система осенью ослабевает дело в том что мы с вами все являемся представителями живой природы и поэтому осенью также как и в живой природе так и у нас с вами замедляются многие обменные процессы меняется кровоснабжение меняется и обменные процессы в самих суставах и поэтому мы этот момент способны ощутить осенью суставы как правило как правило болят спина ломит колени крутят и даже люди которые допустим были далеки от этой темы осенью к сожалению начинают замечать эти проблемы какие же две распространенные болезни существуют которые вот осенью могут себя особенно проявлять это артриты и артрозы артроз это процесс разрушения хрящевой ткани сустава к сожалению это когда возникают такие вот дегенеративные процессы происходящие с суставом артрозы подвержены в основном люди конечно скажем так преклонного возраста и связано это со многими причинами прежде всего конечно это и возрастные проблемы и это может быть связано с тем что люди могли перенести какие-то травмы связанные с суставами в дальнейшем это конечно дает о себе знать артриты это воспаление суставов которые могут быть вызваны инфекционными заболеваниями или осложнениями от инфекционных заболеваний или же это могут быть какие-то другие процессы например охлаждение переохлаждение сустава артриты возникают достаточно быстро развиваются могут сопровождаться отечностью болевыми ощущениями артриты и артрозы по степени болевых ощущений могут различаться дело в том что при артрозах что происходит боль в суставах ощущается когда человек двигается и на суставы возникает определенная нагрузка тогда да суставы болят в основном задействованы тазопедренные и коленные суставы при артрозах когда у нас артрит тогда боль происходит несколько по-другому если артроз это боль возникает при движении артрит наоборот в спокойном состоянии чаще всего ночью когда человек спит тогда ощущается вот такое болевое ощущение когда ноют суставы человек и правило не высыпается и просыпается утомленным и вот утром в процессе движения эта боль начинает ослабевать это как правило говорит о том что у вас все-таки артрит что делать конечно же посетить врача врач назначит такое комбинированное комплексное лечение с применением нестероидных воспалительных препаратов и в состав комплексного лечения врач вполне может назначить хондропротекторные препараты хондропротекторные препараты положительным образом влияют на суставы что такое хондропротекторы это препараты которые содержат в своем составе хондроитин и глюкозамин дорогая марка доппельгерц тоже представляет такой препарат. Такой комплекс. Глюкозамин плюс хондроэтин торговой марки Допельгер. Что такое хондропротекторы вообще? Смотрите. Хондроэтин и глюкозамин являются составной частью суставов. И у животных, и у человека. Если мы говорим о хондроэтине. Хондроэтин это вещество, которое осуществляет метаболизм хрящевой ткани сустава. И стимулирует образование новых клеток хряща. Также усиливает выработку коллагена. Это тоже очень важно. Я об этом скажу более подробно, когда мы будем рассматривать еще наш один хондропротектор. Это жидкий коллаген комплекс Артра 11000+. Дальше хондроэтин обладает такими вот противовоспалительными свойствами. И препятствует выработки ферментов, которые блокируют выработку гиалуроновой кислоты. Это тоже важно. Гиалуроновая кислота является составляющей синувиальной жидкости, где располагается наш сустав. Достаточно уютно располагается, когда много синувиальной жидкости. Она является своего рода таким вот смазывающим материалом для сустава. К сожалению, с возрастом ее тоже становится меньше. Как всего хорошего в нашем организме. Глюкозамин – это тоже вещество, которое способствует выработке хондроитина. То есть это естественный процесс, который происходит в нашем организме. Снимает воспаление. Опять же, дезактивируют ферменты, которые разрушают выработку гиалуроновой кислоты и синувиальной жидкости. Препятствуют выработке свободных радикалов. Это, наверное, знают все, потому что это химически активные соединения, которые вызывают в нашем организме окислительные процессы и способны повреждать мембрану клетки. То есть благодаря наличию глюкозамина этот процесс старения суставов в значительной степени тормозится. Это очень хорошо. Что касается комплекса глюкозамин плюс хондроитин. Чем он так прекрасен и как он может, скажем так, обеспечивать сохранность суставов. Ну, я начну с того, что в состав комплекса входят глюкозамин сульфат и хондроитина сульфат. 750 миллиграмм глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата. 100 миллиграмм. Комплекс этот, кому предназначен в большей степени. Смотрите, это людям, которые уже имеют в анамнезе артроз или артрит, когда идет либо воспаление, либо дегенеративно-дистрофические изменения хрящевой ткани суставов. Это, безусловно, уже если есть какая-то форма заболевания. Людям при повышенной нагрузке на суставы. Это либо те, кто занимается спортом, много ходит, либо занимается тяжелым физическим трудом. Кстати, этот комплекс можно принимать не только с лечебной целью, но и с профилактической. Поэтому это тоже важный момент. Если произошли травмы суставов или сухожилий, тоже в данном случае в течение лечения можно принимать глюкозамин плюс хондроитин. Я потом расскажу, каким образом. Ну и, кстати, те, кто ограничен движением. Это люди, которые вынуждены сидеть в офисах долгое время. Или сейчас это тоже актуальная тема, когда люди работают на удаленке и тоже большую часть проводят в неподвижном состоянии или в малоподвижном. А ведь суставы, они требуют определенной подвижности. Поэтому тогда только они будут здоровыми. Поэтому для того, чтобы обеспечить питание сустава, необходимо двигаться и принимать вот такие комплексы. И, соответственно, еще одна категория во время менопаузы, когда происходит гормональная перестройка организма женщины. К сожалению, в этот период, когда вырабатывается небольшое количество женского гормона эстрогена, он, кстати, оказывает существенное влияние на опорно-двигательный аппарат. Женщине необходимо подпитать суставы. И это очень хорошая профилактика остеопороза, кстати. Поэтому глюкозамин-хондроэтин в данном случае будет актуален как никогда. Ну и, конечно, последняя категория – это люди преклонного возраста. К сожалению, мы все не молодеем, и наш опорно-двигательный аппарат тоже стареет. Поэтому необходимо поддержать его специализированным комплексом, таким как глюкозамин-хондроэтин торговой марки Допильгерс. Преимущества комплекса. Это комплекс производства компании Квайсерфарна, Западная Германия. Торговая марка присутствует более 15 лет на рынке в Украине. Очень удобен в применении. У нас комплекс состоит из 30 капсул. Прием – 2 капсулы в день. То есть нужно… В чем удобство? В том, что организм одномоментно очень хорошо усваивает 750 мг глюкозамина сульфат и 100 мг хондроэтина сульфат. В суммарном выражении суточная дозировка составит 1500 мг глюкозамина и 200 мг хондроэтина. То есть эта дозировка помогает, дает возможность подпитать вашу хрящевую ткань, подпитать сустав и дать ему нормально функционировать, дать ему такую возможность. Глюкозамин хондроэтин замечательно воздействует совместно с противовоспалительными препаратами, так называемыми нестероидными препаратами. И это дает возможность уменьшить курс приема нестероидных противовоспалительных препаратов, потому что последние имеют много побочных эффектов на организм. Поэтому в отличие от комплекса глюкозамин хондроэтин, который можно принимать достаточно долгий период, от одного до трех месяцев и даже в некоторых случаях и больше. Активные компоненты комплекса глюкозамин хондроэтин синтезируются из натуральных природных компонентов. Это тоже важный фактор. Как правило, это хрящевая ткань, которая присутствует у определенных пород рыб, либо у сельскохозяйственных животных. В принципе, и ту, и другое мы с вами употребляем в рыбу, в пищу. Поэтому, естественно, наш организм воспринимает такие препараты достаточно хорошо и такие препараты обладают высокой степенью биологической доступности. Единственное ограничение это если у людей, у пациентов наблюдается аллергическая реакция на морепродукты. Потому что, как я уже сказала, в состав комплекса, такая основа для витаминизированного комплекса может присутствовать. Как мы употребляем, принимаем этот комплекс? Он состоит, это капсулированная форма, вот видите, я ее демонстрирую. Мы принимаем после еды по одной капсуле в день, два раза. То есть это может быть завтрак и после обеда. И суммарное выражение я уже озвучила. Принимать можно курсами. То есть получается одной упаковки вам хватит на полмесяца. Поэтому на месяц нужно будет купить две упаковки. На курс два месяца нужно будет соответственно четыре упаковки. Но цена достаточно приемлемая. И я думаю, что такой комплекс сможет решить какие-то определенные проблемы, связанные с суставами. Также хотелось бы вам показать еще один комплекс, который можно совмещать с приемом группозамин-хондроэктина. Я его демонстрирую. Это лифтинг-комплекс с гиалуроновой кислотой. Хотя казалось бы, гиалуроновая кислота у нас в большей степени, у женщин особенно ассоциируется с красотой, с бьюти-уходом. Но тем не менее, гиалуроновая кислота как никогда важна и нужна для подпитки наших суставов. И я объясню почему. Дело в том, что она входит в состав синавиальной жидкости. Это важно. И гиалуроновая кислота, кстати, у нас вырабатывается в организме самостоятельно до определенного периода. Смотрите, до 25 лет выработка гиалуроновой кислоты идет достаточно интенсивно и ее качество организм вполне устраивает. Но после 25 лет качество выработки ухудшается и сама частота выработки уменьшается. Так происходит, конечно, с определенной периодичностью. И если мы говорим о том, что гиалуроновая кислота это полимер, это мукополисахарид, и она получается состоит из таких вот полимерных цепочек, то с возрастом количество полимерных цепочек становится все меньше и меньше. А гиалуроновая кислота важный компонент нашего организма. Она входит в различные органы системы организма, в том числе это и роговица глаз, и стекловидное тело, и, кстати, вот хрящевая ткань. Поэтому гиалуроновая кислота в этом плане важна, особенно когда мы, скажем так, когда начинаются уже возрастные изменения организма, а они начинаются у нас, к сожалению, уже после 30 лет. Хотя, казалось бы, что дает гиалуроновая кислота вот суставам. Как я уже сказала, это очень важный фактор, она подпитывает наши суставы, ускоряя выработку синувиальной жидкости. И, соответственно, наши суставы становятся, скажем так, более подвижными и эластичными. Это тоже немаловажный фактор. Если мы говорим о комплексе торговой марки Допель Герц, лифтинг-комплекс с гиалуроновой кислотой, то здесь тоже имеются определенные преимущества приема гиалуроновой кислоты. Я сейчас постараюсь озвучить. Смотрите, здесь у нас содержится витамин С. Это очень важный фактор. Здесь его 60 миллиграмм. Дело в том, что витамин С, без него невозможна выработка гиалуроновой кислоты. И в присутствии витамина витамина С, она в 80 раз лучше усваивается организмом. Дальше. У нас содержится здесь биотин 150 микрограмм и пантотеновая кислота. Так сказать, у них такой своеобразный симбиоз, который замедляет процессы старения клеток. Это важно. Дело в том, что биотин или витамин H, как его называют, его считают эталоном всех витаминов красоты. Потому что биотин является провайдером серы. И сера входит в состав белка кератина. Мы таким образом дополнительно улучшаем наш внешний вид, состояние волос, ногтей и кожи. Таким образом мы говорим о том, что комплекс можно вполне себе сочетать с комплексом глюкозамин, хондроэтин. Как принимать оба комплекса? Они друг друга вполне прекрасно могут дополнять. Утром вы принимаете после завтрака сначала одну капсулу комплекс глюкозамин плюс хондроэтин торговой марки Допель Герц. А затем вторую капсулу комплекса лифтинг комплекс гиалуроновой кислотой. Их можно принимать одновременно вместе. А потом после обеда вы принимаете вторую капсулу комплекс глюкозамин плюс хондроэтин. Я думаю, в течение 1-2-3 месяцев вы увидите позитивные изменения, которые происходят и почувствуете позитивные изменения, которые происходят в вашем организме, в частности с вашими суставами. Дальше третьим нашим комплексом, который я хотела бы вам представить, он очень интересный, это новинка и называется он Collagen System 11000+. Это комплекс, очень модный на сегодняшний момент, это жидкий коллаген. Смотрите, как он интересно представлен, это флаконы, где содержится вот этот самый жидкий коллаген. Я сейчас расскажу, что это такое, что такое гидролизат коллагена, зачем это нужно и как это нам помогает решить проблему заболевания суставов. Ну, начнем с того, что сам по себе коллаген вырабатывается в нашем организме. Это неотъемлемая составная часть нашего организма. Дело в том, что коллаген это и есть соединительная ткань. Она присутствует во многих органах и системах нашего организма. И я сейчас вам даже озвучу цифры, это важно. 50% коллагена присутствует у нас в мышцах, в сухожилиях, в суставах. 40% присутствует в дерме. И 10% это внутренние органы. Таким образом, вот идет распространение коллагена в нашем организме. И, естественно, пока мы молоды и здоровы, он у нас активно синтезируется. Но проходит время, и когда наш возраст переваливает за 30, синтез коллагена начинает так же, как и, собственно, синтез гиалуроновой кислоты, о которой я только что рассказывала, этот процесс замедляется. Поэтому, что делать? Необходимо каким-то образом тормозить процессы. Смотрите, я сейчас постараюсь донести до вас информацию по поводу того, как проявляет себя в нашем организме жидкий коллаген. Дело в том, что когда мы с вами вкушаем какую-либо полезную пищу, которая содержит необходимые витамины, микроэлементы, наш организм это усваивает в разный период времени. И затем все эти полезные компоненты в составе крови разносятся по органам и системам. Прежде всего, наш организм будет запускать вот эти механизмы обновления там, где это прежде всего необходимо для жизнедеятельности, собственно говоря, нашего организма. Поэтому, если многие думают, что принимая жидкий коллаген, а его зачастую очень часто считают действительно коллагеном красоты, и это прежде всего направится на восстановление упругости нашей кожи, визуальному уменьшению морщин, то это не так. Дело в том, что прежде всего наш организм будет реставрировать наши органы и системы, которые в первую очередь обеспечивают нам жизнедеятельность. Это, конечно, будут прежде всего внутренние органы, а также мышцы и суставы. Поэтому в чем принцип действия жидкого коллагена? Он благодаря процессу гидролиза очень быстро усваивается организмом. Что такое гидролиз, я постараюсь вам объяснить. Дело в том, что гидролизат коллагена получается путем ферментирования. Есть у нас в нашем организме происходит такой достаточно интересный процесс, когда идет процесс разложения пищевых волокон с помощью ферментов. А есть промышленный способ получения гидролизата. И, соответственно, если берется какое-то сырье, мы получаем коллаген. Затем с помощью ферментов идет процесс гидролизата, мы получаем желатин. Затем гидролизованный коллаген и, наконец, полипептиды коллагена. Полипептиды коллагена имеют очень небольшую молекулярную массу. Поэтому они очень быстро усваиваются организмом и начинают работать на выработку, синтез нашего собственного родного коллагена. Вот, собственно говоря, в чем состоит преимущество и смысл данного препарата. Заставить наш организм синтезировать свой собственный родной коллаген. Преимущество немецкого комплекса коллаген 11000 плюс состоит в том, что, во-первых, здесь очень высокое содержание белка. По документам, регистрационам, с которыми препарат заходит в Украину, здесь его более 89%. Второе. Здесь у нас содержится более 18 разных аминокислот. И все это подтверждается монографией европейской фармакопии. То есть препарат сделан с условием согласования всех европейских стандартов. Высокая степень доступности для человеческого организма. В данном случае у нас в этом комплексе сырьевая база это коллаген животного происхождения. Дело в том, что по своей структуре и аминокислотному составу коллаген животного происхождения близок к человеческому коллагену. И мы его нормально и безопасно усваиваем. Дальше. Здесь у нас присутствует коллаген. Его составляющая 11 грамм. Это как бы нормальная суточная дозировка. Но кроме этого у нас в состав входит дополнительно витамин С в 60 миллиграмм. Это важно. Как я уже говорила, без витамина С ни синтез гиалуроновой кислоты, ни синтез коллагена невозможен. Также здесь присутствует хондроитин 100 миллиграмм, хондроитина сульфат. Я уже говорила, что хондроитин тоже способствует выработке и синтезу коллагена. А также микроэлементы. Это медь, это цинк, которые также способствуют выработке коллагена. И наконец витамин Д3. Здесь его у нас 200 международных единиц. Без витамина Д3 синтез коллагена в организме тоже не происходит. Поэтому он обязательно должен быть в составе любого уважающего себя комплекса. В том числе вот этот жидкий коллаген. Кроме того, жидкий коллаген хорошо усваивается организмом. Коллагены бывают разных видов. Они могут продаваться в порошках, таблетках. Но жидкая форма, она является наивысшей формой, можно так сказать, которая действительно хорошо усваивается организмом. И у нас, предвосхищая ваши вопросы, скажу, что у нас представлен коллаген первого типа. Этот тип коллагена присутствует в большей части организма, и у человека, и у животных. Обладает высокой степенью биодоступности. Является основным компонентом связок, костей, сухожилий и кровеносных сосудов. Поэтому в данном случае этот тип коллагена широко представлен флакон. И он обладает действительно хорошими показателями. Как им пользоваться? Как его принимать? Смотрите, вот у меня в руках флаконы. Флаконы... Здесь у нас в коробочке будет представлено 30 таких флаконов. Она достаточно тяжелая. Субстанция, которая здесь содержится, очень приятна на вкус. Обладает таким вот ярко выраженным цитрусово-фруктовым вкусом. Принимаем мы жидкий коллаген после еды. Один раз в день. Это удобно. И, соответственно, курс приема не менее двух месяцев. Это существует по этому поводу доказательная база. И препараты такого типа, они работают по накопительному эффекту. Поэтому, конечно же, курс два месяца он будет оптимальным. В принципе, потом, где-то через два-три месяца курс приема препаратов можно повторить. Вот сам по себе комплекс 11000+, можно расценивать как монокомплекс. Он сам по себе является вместилищем витаминов, микроэлементов, которые необходимы для синтеза коллагена и как вариант для выработки своего родного коллагена. Ну и последний комплекс, на который я хотела обратить ваше внимание, это поливитаминный комплекс от Адацинка с эффектом Депо. Комплекс интересный. Этот комплекс будет сейчас интересен тем, что он является универсальным. Дело в том, что здесь содержится 13 витаминов и 12 микроэлементов. Целая система, целая таблица Менделеева необходимая для нашего организма. Это витамины, которые по-настоящему легко усваиваются. И что представляет из себя вот эта таблеточка Депо? Это особая технология, которая позволяет внутри себя, вот она имеет такую матричную структуру. И, соответственно, каждый витаминчик или каждый микроэлемент заключен как бы в отдельную капсулу. И когда идет процесс усвояемости, то есть идет процесс высвобождения вот этих вот микрокапсул, и они усваиваются с разной скоростью в отдельных отделах желудочно-кишечного тракта. Это удобно, это не перегружает организм. Это дает возможность практически 100% усвояемости всех микроэлементов, всех витаминов, которые здесь содержатся. А здесь содержатся и жирорастворимые, и водорастворимые витамины, и биотин, кстати, 100 микрограмм. И микроэлементы, которые, ну, просто вот нужны для того, чтобы обеспечить здоровье и подвижность наших суставов. Очень коротко я сейчас об этом постараюсь рассказать. Ну, во-первых, здесь содержится витамин Е. Витамин Е очень важен для наших суставов, потому что это очень мощный антиоксидант, который препятствует процессам старения нашего организма. Здесь содержится витамин К. Витамин К участвует в программе усвоения кальция. Он является, как бы, провайдером кальция именно в костную ткань. И, кроме того, он выводит из сосудов кальций, которые оседают на внутренней стенке сосудов вследствие того, что организм его просто не усвоил. Поэтому витамин К очень важен даже в профилактике остеопороза. Для наших суставов этот витамин тоже будет представлять особую важность. Здесь он представлен в количестве 20 микрограмм. Сразу оговорюсь, да, здесь представленные дозировки, возможно, не очень велики. Они не являются лечебными. Они являются профилактическими, потому что мы говорим о поливитаминном комплексе. Но, тем не менее, это работает с профилактических целях в обязательном порядке. Также здесь представлен уже знакомый нам витамин С. Аскорбиновая кислота, которая дает возможность, скажем так, регулировать синтез коллагена и регулировать синтез гиалуроновой кислоты в нашем организме. И если мы говорим о том, что этот комплекс дает еще возможность повышать иммунную защиту нашего организма, то витамин С, его присутствие как никогда актуально. Кроме того, в этом комплексе присутствуют микроэлементы, которые играют тоже заметную роль в формировании нашей костной ткани. Это и фосфор, это и кальций, безусловно. И это марганец. Кстати, есть на самом деле очень мало витаминных комплексов, где присутствует марганец. А ведь именно марганец, он служит, он играет большую роль для нормального формирования костной ткани, сухожилий, соединительной и хрящевой ткани. Поэтому, если возникают вопросы, как принимать такой комплекс, принимать его можно 1-2 месяца. И тогда у нас произойдут положительные процессы в организме, это в плане укрепления нашего иммунитета и для улучшения состояния суставов. И в заключении я бы хотела привести рекомендации врачей по поводу того, как улучшить свой рацион и что необходимо сделать для того, чтобы предотвратить разрушение наших суставов. И особенно вот осенний сезон. Что нужно для этого делать? Ну, во-первых, поддерживать оптимальный вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на суставы. Заниматься по возможности физическими упражнениями. Пусть они будут несложными, но это лучше делать каждое утро, чтобы обеспечить суставам определенную степень подвижности. Следить за осанкой. Это тоже важно. Правильно питаться. Рацион должен быть разнообразным. Для того, чтобы у вас в организм поступало необходимое количество витаминов и микроэлементов. Или принимать соответствующие комплексы, которые эти самые витамины и микроэлементы содержат. Например, вот эта доцинка с эффектом Депо торговой марки Допельгер. То есть таким образом мы витаминизируем наши суставы и даем им возможность нормально функционировать. Ну и, конечно, если мы будем соблюдать все эти нехитрые правила, осень, осенняя пора может показаться прекрасной, неповторимой, независимо от того, в каком возрасте мы с вами пребываем. Когда организм бодр и весел и нигде ничего не болит. Доказано Допельвертс. Уважаемые друзья, спасибо вам за то, что вы посетили наш канал Медмагазин Юэй. И мы с удовольствием по возможности ответим на ваши вопросы, если таковые у вас имеются. Так, вопросы есть. Как избежать дефицита полезных микроэлементов? Первый вопрос. Смотрите. Безусловно, правильное питание. То есть это раз. Понимаете, тема настолько обширна, что я не могу прямо так вот рассказать вам, какие продукты, какие микроэлементы содержат. Но скажу вам одну такую интересную вещь. На самом деле, вот прием таких комплексов, которые содержат полезные витамины и микроэлементы, очень важно, необходимо принимать хотя бы иногда. Я не говорю, что на постоянной основе. Почему? Потому что мы с вами не сможем, даже правильно питаясь и даже правильно обрабатывая термические продукты съесть такую гамму продуктов для того, чтобы обеспечить организм микроэлементами. Потому что, например, для того, чтобы обеспечить организм необходимым количеством кальция, в день нужно съедать килограмм творога или выпивать литр молока. Но мы не всегда это можем делать, тем более каждый день. Поэтому, безусловно, если вы стараетесь включать в свой рацион полезные зеленые овощи, салаты, но мы не можем это делать круглый год, к сожалению, из-за нашего климата, вы это понимаете. Обязательно мясопродукты употреблять, если вы не веган, ну это уже, так сказать, стиль жизни. Потому что таким образом диетические сорта мяса дают нам возможность для того, чтобы организм в дальнейшем мог тоже вот синтезировать свой полезный, нужный и необходимый коллаген. Если так не получается, то я уже говорила сегодня о комплексах, которые этому способствуют. Поэтому правильное питание, да, это важно. Оно дает нам возможность необходимо насыщать наш организм, но, к сожалению, в условиях городской жизни это не всегда представляется возможным. И поэтому мы сегодня и рассказывали про такие вот полезные формы витаминов, которые нужно принимать хотя бы время от времени. Так, есть ли побочные эффекты у глюкозамина? Как я уже сказала, поскольку глюкозамины могут производить с помощью специальных биологических материалов, а сырьем может служить какие-то морепродукты, то безусловно, аллергическая реакция на морепродукты. Каких-то других побочных эффектов нет. Разумеется, все формы с глюкозамина и хондроитина мы должны принимать курс, как я уже сказала, месяц, два, три. То есть в любом случае перерыв делать надо. На постоянной основе любое полезное, даже самое лучшее принимать не следует. Нужно делать перерывы. Есть такая хорошая украинская пословица, еще за нафт и тонны трава. Поэтому всегда в любом уважающем себя комплексе будет прописано курс лечения. Это правильно. Какая безопасная и каждодневная профилактическая дозировка витаминов С и Д. Смотрите, у нас, что касается витамина С, считается золотой стандарт профилактики, пусть вас не пугает эта цифра, это 1000 миллиграмм. Кстати, вот сейчас в продаже появился новый препарат торговой марки Дупельгерц, витаминный комплекс С, где как раз вот дозировка витамина С представляет 1000 миллиграмм. Но опять же принимаем мы такие препараты курсами определенными, ну в момент, когда у нас возникло какое-то инфекционное заболевание, вирусное заболевание, когда организм ослаблен, когда ослаблен иммунитет. В принципе, в поливитаминных комплексах, конечно, содержание витамина С будет меньше. Например, вот комплекс адроцинка, здесь у нас 150 миллиграммов витамина С. Но дело в том, что это поливитаминный комплекс, и тут все как-то, все витамины и микроэлементы взаимодействуют друг с другом в такой безопасной форме. И в организм, получается, поступает все, все необходимое. То есть немножко вот есть такое различие. А вообще суточная дозировка витамина С, как я уже говорила, 80 миллиграмм. И такую дозировку мы можем получить или с пищей, или при помощи поливитаминных комплексов. Так, витамин Д. Смотрите, если речь идет о витаминных комплексах, то считается золотым стандартом профилактики, значит, смотрите, 600, от 600, 800 и 1000 международных единиц витамина Д. У нас тоже вышел комплекс с витамином Д, это 25 миллиграммов витамина Д3, микрограммов, извините. Тоже вот своего рода золотой стандарт профилактики для принятия профилактических мер. Поэтому обратите внимание, в аптеках он присутствует. Что касается поливитаминных комплексов, то, в принципе, содержание витамина Д3 здесь может не превышать 200 международных единиц или 5 микрограммов. То есть это тоже нормальная профилактика, но просто более низкие дозировки. Скажите, какими другими витаминами может усиливаться действие цинка. Очень хорошо сочетается цинк, опять же, с витамином С. У нас была такая шипучая форма, и она скоро опять появится в продаже, витамины С плюс цинк, где содержание витамина С составляло 600 миллиграмм и 5 микрограмм цинка. Дело в том, что в своей совокупности витамин С и цинк действительно усиливают защитные иммунные силы нашего организма. Сейчас это, я понимаю, особенно актуально. Так, посоветуйте витамины для профилактики работы печени. Смотрите, по поводу печени. Дело в том, что у нас был такой комплекс эссенциальные фосфолипиды с витаминами группы В. Но поскольку их, скажем так, синтезируют в любом случае из лицетина, поэтому рекомендую комплекс, который давно представлен на рынке. Это лицетин 500 миллиграммов плюс В-витамины. Его можно принимать как по одной, так и по две капсулы. И как раз две капсулы это будет такой достаточно ярко выраженный терапевтический эффект для улучшения функций печени. Беременно. Может ли оно подставлять клюкозамин? По поводу беременности. Любой производитель обязательно в инструкции пропишет этот момент. Поэтому, если девушка беременна, по поводу принятия дополнительных витаминных комплексов, лучше приконсультироваться с лечащим врачом. В принципе, противопоказаний особых для этого периода в жизни женщины нет. Но все-таки я считаю, что с доктором дополнительную консультацию нужно провести. Потому что беременность может протекать по-разному. Поэтому доктор решит, можно и принимать сейчас или может быть в другое время, в какой-то другой семестр. Поэтому тут я такой вот полновесной консультации дать не могу. У меня хрустят суставы в колене. Какие витамины могут помочь? Ну смотрите, хруст суставов, это может быть и возрастные изменения, может быть показатель начала артроза. Вам можно было бы, конечно, если вы переживаете, сдать анализ крови. Если есть воспалительный процесс в организме, анализ это обязательно покажет. Кроме того, врач может направить на рельген. Ну какие-то дополнительные обследования. Какие витамины принимать? Кстати, вот я сегодня уже рассказывала о комплексе глюкозамин хондроитин, хондропротекторы. Их можно принимать и с профилактической целью. Достаточно будет одной упаковки в месяц, по одной капсуле в день. Один-два месяца это будет достаточно хороший профилактический курс. Дело в том, что если вы спортсмен или у вас возраст до 50 лет, то такая профилактика в общем-то раз в полгода просто необходима. Я думаю, что вы учтете наше пожелание. Можно ли принимать хондроитин детям? Со скольки все наши препараты рассчитаны на возраст с 14 лет. Что касается, тут не указан возраст ребенка, поэтому с 14 лет да, можно. Это уже, скажем так, ближе идет к подростковому возрасту, насколько я понимаю. Во всех других случаях нужно спрашивать мнение врача, но скажу, что пока у нас нет детских витаминных комплексов с хондроитином для деток с 4 лет, к примеру. Поэтому в данном случае лучше обеспечить полноценное питание вашему ребенку, если это маленький ребенок и конечно добавлять туда мясопродукты. Даже при том условии, что родители придерживаются позиции вернства. Пока ребенок маленький, у него растущий организм, лучше поступать таким образом. Простуды COVID. Смотрите, я все-таки не врач инфекционист, но насколько я знаю, в международных протоколах лечения и профилактики этого заболевания, да, действительно указаны витамин D, витамин С, указан цинк и безусловно это будут разные дозировки. Это будет либо профилактические дозировки, либо лечебные. Поэтому, поскольку я не врач инфекционист, я не уполномочена давать такие рекомендации, вы можете в интернете посмотреть протоколы лечения COVID. Слышала, что гиалуроновую кислоту принимают не только в витаминах, а путем уколов, что эффективнее для суставов. Да, действительно гиалуроновая кислота существует в такой вот инъекционной так называемой форме. Насколько она, насколько это эффективнее, чем принимать, допустим, комплекс гиалуроновой кислотой. Смотрите, ну каждый может выбрать для себя что-то. Кто-то любит инъекции, а кто-то наоборот инъекции боится. Дело в том, что инъекционная форма, она все-таки предполагает более такой тщательный подход. Нужно сдавать анализы. Нужно исключить возможность возникновения каких-то негативных реакций организма на инъекцию, потому что инъекция это в любом случае внешнее вмешательство. Поэтому и делать такую инъекцию нужно в проверенном салоне красоты, чтобы это обязательно был врач, чтобы это был дипломированный врач. То есть тут очень много таких факторов, которые надо предусмотреть. Кроме того, реакционный способ введения гиалуроновой кислоты он не дешевый, положа руку на сердце. Прием капсулированной формы он тоже дает определенный эффект. Только если мы говорим о том, чтобы принимать гиалуроновую кислоту с сырью, уменьшить визуально и количество и, скажем так, минимизировать те морщины, которые уже возникают у женщины с возрастом, то курс лифтинг комплекса гиалуроновой кислотой должен быть не менее трех месяцев. То есть это курс, который даст вот такой в дальнейшем пролонгированный эффект. Потом через год, через полтора года этот курс можно тоже в течение трех месяцев повторить. Действительно эффект может наблюдаться так же, как и после укола гиалуроновой кислотой. Тут еще раз повторяю, каждый выбирает сам. Какие противопоказания применять к применению коллагена? Как таковых противопоказаний нет. Если применять курсами, если не превышать дозировку, то есть если вот прописано в инструкции один флакон в день, то применять таким образом, то противопоказаний в принципе нет. Но единственное, если у человека наблюдаются болезни почек, пилонефрит, гламиролонефрит, то лучше проконсультироваться с доктором, прежде чем начать прием комплекса. Потому что если у человека присутствуют определенные хронические заболевания, я думаю, любые комплексы нужно все-таки принимать после консультации с врачом. Если есть спазмы мышц или зажимы, какие препараты могут помочь уменьшить этот дискомфорт. Смотрите, если речь идет о мышцах, я бы посоветовала, да, глюкозамин, хондроитин это очень хорошо, но может быть мышечный спазм спровоцирован отсутствием в организме магния. У нас есть замечательный препарат, он сегодня не являлся темой нашей лекции, но есть у нас препарат магний B6, торговой марки Допи Верс, 400 мг оксида магния и витамины группы В, есть в медмагазинах. Пожалуйста, посмотрите и можете в месяц тире 2 принять курсом для того, чтобы, возможно, вы говорите о судорогах, действительно они могут возникать на фоне того, что организму не хватает магния. Поэтому попробуйте попринимать магний или есть еще у нас магний калий, тоже замечательный препарат, 300 мг магния, 300 мг калия, микроэлементы и в данном вашем случае этот препарат тоже способен помочь. Попробуйте. Чем омега-3 отличается от омеги-3-6-9? Да, действительно, у нас есть целая линейка препаратов омега, начиная с омега-3, где присутствует количество 800 мг действующего вещества и омега-3-6-9. Там, получается, у нас присутствует, вот так, чтобы было видно, у меня есть наш каталог, я покажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я не знаю, насколько это будет видно, но вот, 3-6-9 омега. Значит, здесь у нас содержится омега растительного происхождения и омега животного происхождения. Если мы говорим об омеге животного происхождения, то у нас на 2 капсулы приходится 900 мг омеги животного происхождения. Как правило, основой, сырьем для производства такой омеги служит глубоководная, холодноводная рыба. Это и лососевая, это и сардины. Поэтому в данном случае мы говорим о таком, о такой концентрации омега-3. Что касается омега-6 и омега-9, то они растительного происхождения. Это масло семян льна, которое содержит и омегу-3, и омегу-6. И масло семян оливы, которое содержит омегу-9. И соответственно, вот такое соотношение 1 к 7, 1 это содержание омега-3 животного происхождения, к 7 это содержание омеги растительного происхождения, является идеальным. К сожалению, в реальной жизни достичь такой формулы, такого сочетания мы не можем. Даже если мы супер правильно питаемся. Потому что подсчитать точное количество содержания омеги-3, омеги-6, омеги-9, ну это невозможно. Поэтому иногда вот такие капсулы действительно помогают для того, чтобы поддержать организм и метаболические процессы, гормональный фон, на которые влияет омега-3, омега-6 и омега-9. Ну в таком вот грамотном и доступном соотношении. Пока вопросов больше не вижу. Надеюсь, я ничего не пропустила. Вам огромное спасибо, дорогие наши слушатели, подписчики, за то, что мы прекрасно, я надеюсь, провели с вами вечер. Я постаралась ответить на ваши вопросы, изложить информацию. Я надеюсь, это у меня получилось. Ну, если были какие-то замечания, дополнения, ну, прошу простить, потому что выступаю первый раз в таком формате. Надеюсь, дальше будет лучше. Принимайте витамины Дуппельгерц и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует...